всем привет на календаре у нас сегодня 14 декабря 2019 года мы находимся с вами на борщаговском путепроводе и мы сегодня будем смотреть что сделано здесь за неделю не забывайте подписываться наш телеграм-канал вступать нашу группу facebook подписываться нашу страничку facebook и следить за новостями строительными инфраструктурными которые у нас киеве появляются благодаря нам или делиться с нами своими новостями мы смотрим что у нас на борщаговском путепроводе и так сегодня у нас какие-то таких грандиозных событий не предвидится здесь мы просто делаем обзорную экскурсию то изменилось за неделю вот со стороны борщаговки мы сразу же видим что за неделю появился здесь мощный лежень тележни нас преследует я смотрю практически на всех путепроводах сейчас и уже готовятся к залитию плит примыкания плит сопряжения с береговой частью делается специальная забутовочка видим уплотняемая как обычно виброплитой и уже готовится залить напоминаю еще раз кто пропускает наши лекции про лежни лежень и зуб шкафной стенки это те два места опорных на которые должна опираться плита примыкания на нее под нее подсыпается что-то потом она заливается и она обеспечивает такое немножко подвижное сопряжение моста с береговой частью также мы видим что уже залиты 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 все тут разные подпорные стенки по бокам там залита подпорная стенка залито вот это вот место где проходит гильза от теплотрассы чем короче бетонных работ пользуясь теплой погодой была выполнена такая немереное количество и все мы будем сегодня смотреть далее мы видим интересный момент сборка фермы специальная которая уже говорил для того чтобы поддерживать теплотрассу когда разберутся все вот эти вот аварийные балки мы видели прошлый раз как установили только первую опорную фермочку дальше вот мы видим стоит 2 опорная фермочка и я что-то думал что какая-то будет ферма такая хитрая которую привезут прямо в сборе но как оказалось ее собирают прямо по месту мы видим вот эти временные подпорки они все уберутся и вот это вот верхняя часть это уже начало самой фермы я конечно же спросил неужели так важно с помощью геодезиста это все делать на что мне объяснили ну в принципе это все логично ну я как человек не мостостроитель все вы наверное слышали что есть такое понятие как строительный подъем когда мост собирается где-то он имеет один прогиб когда его оставят на две опорных точки он прогибается вниз и от части строительный подъем нужен для того чтобы когда мост станет свое проектное положение чтобы он прогнулся именно так чтобы он не выгнулся в обратную сторону то же самое как оказалось с фермами делается причем даже вроде бы с такими вот временными конструкциями которые ну нам с вами возможно покажется что это что-то маловажное но тут ко всему подходит вот таким вот ответственным способом то есть есть проект на эту ферму и вот эти строительные подъемы соблюсти для того чтобы когда уберутся вот эти временные подпорки и тем более подвесятся теплотрасса на эту ферму чтобы она не прогнулась более чем это предусмотрено проектом вот так вот она собирается какая она будет я себе даже боюсь представить потому что собирают здесь какую-то такую грандиозную конструкцию из модных элементов мы видим со всякими винтовыми стяжками растяжками и какое количество людей присутствует на этом всем далее мы с вами идем и видим на пролете который собирался уже из новых балок выполняется такая важная интересная часть работы это установка лотка который обеспечивает как будто этот вот тротуар и в котором будет какие-то коммуникации находиться теперь мы видим за счет чего будет расширение идти тротуара и соответственно сместиться и край проезжей части я уже вам говорил что мост будет немного шире для проезда и немного шире для пешеходов чем он был изначально вот теперь мы видим я вам показывал уже тело точки но пока мы не знали как они будут крепиться куда они будут ложиться здесь уже смонтирована эта часть и мы можем посмотреть как это все происходит вот таким вот образом укладываются специальные блоки не знаю даже как их назвать консольные тротуарные потому что они вроде как не совсем консольные но что-то консольного все-таки в них есть на них мы видим монолитица подпятники для уже столбов освещения на них же очевидно будет еще и примонолечены какой-то бордюр будет замонолечены в него будет закладные для внешней и внутренних бордюров и колесоотбойников и все это потом будет перевязываться арматурой и еще раз монолитится труба это похоронится внутри уже блока тротуара но она будет доступна снизу для обслуживания принципе так оно и было старом мосту и такая же схема новом мосту возможно даже в таком видео можно будет и поменять этим будет заниматься квалифицированные люди также мы видим появилась хорошая качественная лесенка вниз теперь мы сможем с вами спуститься быстро и увидеть что у нас делают снизу а снизу там делают что-то угот сколько всего я уже слышу по звукам здесь нам открывается такая величественная картина скелета моста сняты пролеты 1 2 2 3 3 4 мы видим там где-то судя по всему уже поменены ригели возможно даже и здесь сейчас мы посмотрим что там сделано поблизости когда подойдем но пока так делаем обзорчик небольшой каком это все состоянии мы видим что-то варится да похоже что был поставлен новый ригель сейчас подваривают какие-то выпуски арматуры друг другу но сверху мы видим как идет активно работа по восстановлению стоек что-то там раскопали как я вам показывал уже фундамент и через одну что-то оббиваются потом мы спустимся вниз посмотрим как это также близко выглядит да мы видим идет какая-то внутренняя переварка арматуры между старым ригелями новым для того чтобы потом это все замонолитить обращаю ваше внимание на то что человек соблюдением техники безопасности пристегнут системой страховочной к ригелю видим что уже на анкериле арматуры для залития подферменников новых но пока еще как видим ничего не монолитилось но на второй опоре мы наблюдаем пескоструйную обработку я правда не совсем вижу что там обрабатывать или бетон старый после того как уже оббили все что можно было бить либо же арматуру либо и то и другое но факт остается фактом мы видим работу пескоструйщика там такая целая площадка еще одна родилась под мостом чего раньше не было и также мы видим два новых ригеля поменяли уже напоминаю что ригеля эти не планировалось менять изначально соответственно это изменялся проект и эти ригеля они не готовы какие-то они изготавливаются все под заказ сейчас у нас не то время чтобы лежал склад готовой продукции именно таких ригелей поэтому это все тоже затягивает время мне сказали что ориентировочно на следующих выходных должны уже укладывать какие-то балки новые которые также изготавливается под заказ те балки которые вы видели уже заготовленные заранее это были балки изготовленные по старому проекту а теперь балок надо намного больше и они все изготавливаются поэтому также есть задержка по времени но это задержка не вина исполнителей работ это объективные сложности которые вам уже не раз озвучивал связанные с переделкой проекта наконец мы с вами дошли к пролету 01 мы помним что мы его оставили со свежезалитым бетоном и сейчас мы наблюдаем здесь также установку карнизных или тротуарных блоков лоточков видим уже аналогичным образом как и на предыдущем пролете который вам показывал установлен подпятник под столб освещения смотрю сейчас такая тенденция подвешивая столбы воздух ну видимо мода такая строительная пошла но кроме этого мы здесь видим уже интересные детали добавились каркасы для монолита и теперь мы можем угадать где у нас будет собственно монолитится бордюр которому уже будет собственно бордюрный камень подставляться и какой-то промежуточная стенка которая будет вот эту трубу обходить то есть мы видим что в общем-то над трубой будет какое-то пространство в которое наверное каким-то образом можно будет попасть для обслуживания но в том числе и снизу как это будет это уже забота обслуживающих организаций по этим трубам и что самое приятное мы здесь видим это только-только уложили видимо даже только отъехал миксер уложили бетон в плиту примыкания уже со стороны центра города видим такое свеженькое сейчас его накрою теплячком и он там будет подогреваться до момента затвердевания да даже видим еще не забрали формочки которые образцы бетона берутся так что вот такая вот красота и я напоминаю еще раз почему здесь оставлена такая полоса те кто меня постоянно смотрят они конечно же это знают те кто подключается недавно кто еще не строители строители любители как я называю вот я могут знать что здесь будет бетонироваться сначала крепится потом бетонироваться деформационный шов в общем-то он продолжать будет информационный шов который уже установлен на трамвай на проезжей части мы поворачиваясь в сторону пролета мы видим что уже забетонирована частично шкафная стеночка которая также у нас обходит гильзу для теплотрассы и каким-то образом там это все примыкание будет делать я вижу там до определенного уровня она заполнена бетоном дальше наверное будет заполняться да когда будет еще что-то бетонироваться здесь потому что здесь небольшие объемы этих деталей и поэтому не имеет смысла гнать сюда миксер ради таких маленьких кусочков набирается какой-то объем работ дополнительный потом делается все это вместе уже на береговой части нас встречает свеженький шов который будет устанавливаться я не знаю это один ли шов тут похоже на два шва можно рядом на пролеты кстати мы видим и характерные загибы этого шва судя по всему это уже на тротуар идет загиб такой здесь мы видим на арматурном участке приготовили арматурные решеточки для заливки под ферменников и уже приехала какая-то часть бордюрных камней пока еще не знаю куда она но это хороший знак это значит что что-то здесь тоже начало близится к завершению мы с вами спустились под мост тут от пескостройки конечно немножко трудно дышать но издалека такое впечатление как будто какая-то кузница где куют оружие возмездия и что я вам еще хотел сказать те кто не часто ездит по борщаговскому путепроводу сторону борщаговки были нарекания что были ямы на проезжей части но я мы это были на той части которая не была еще отремонтирована но тем не менее все равно люди спрашивали почему бы строителям не заделать эти ямы не знаю кто но кто-то их заделал сегодня ехал уже там асфальтиком они залиты возможно это укротрансмоз делал возможно шеу которая обслуживает данную дорогу но тем не менее ямы исчезли надолго ли нет посмотрим ничего не хочу говорить но факт остается фактом мы смотрим какое здесь опять эпическое зрелище здесь туман смешивается с пылью от пескоструйки и такое ощущение как будто мы на съемках какой-то сказки фэнтези и насколько по отбивали уже стойки так надо отсюда текать потому что чувствую что камера будет в песке перед тем как подняться на мост я хочу вам показать как выглядят лотки которые вам показывал сверху как они выглядят теперь над головой снизу мы видим висящий стол будущий такой интересная площадка и что еще здесь я заметил это то что уже как мы видим на два таких мощных сверных кронштейна подвешена теплотрасса кронштейна насколько я понимаю скрепляют между собой балки и дают опору теплотрассе так что предположительно здесь уже по этой части все сделано и практически готов уже к финальной сборке весь пролет вновь находимся на мосту и следуем за решеточками для подферменников смотрим куда они сейчас приедут а приехали они на вторую опору я судя по всему уже начинают собираться каркасы теперь мы вновь спускаемся под мост уже под пролетом 45 этот пролет который мы вначале обозревали уже также сделанными лотками спустились мы по этой вот мощной лестнице и смотрим что там делается внизу внизу здесь свой сказочный мир свое царство своя атмосфера в данном случае мы видим как оббивается устарший бетон проверяем техника безопасности соблюдается защитные очки каска жилетки так и положено вот мы подходим к пятой опоре и видим что здесь судя по всему идут работы уже по восстановлению самих стоек это не подготовительная работа это уже идет обмазка поэтому такие мощные тепляки здесь построены две штуки протянуты провода для теплодувек и где-то там внутри в недрах происходит работа по обмазке составе мистику мы уже знаем что фирма укртрансмост работает этими составами здесь все восстанавливается ими видим что здесь вообще настолько серьезно воспринимается этот участок рабочая здесь есть своя бытовка свои все бытовые удобства для рабочих от той техники свой и кстати судя по всему же что там сделано по этим стойкам потому что видим что разобрали временные подпорки под ними где они еще стоят но не везде и сейчас мы добираемся до 6 опоры то которая дольше всего ждала своей очереди теперь мы видим что и до нее добрались ребята причем там какое-то большое количество людей я вижу как минимум 6 человек возможно их там больше ага там еще есть участочек работ собственно там идет по ригелям работа которую может с вами хорошо знаю обивка последующим восстановлением вот здесь конечно такая солидненькая до земли это самая самая высокая опора этого моста по причине того что здесь глубже всего проложены дорожные поле вернулись 5 опоре и видим уже восстановленные стоечки именно поэтому разобрали временные подпорки стойки красивые сделана гидроизоляция основания их насколько я понимаю кроме по моему последних одной или двух стоек там я не могу разглядеть все остальные стойки уже на этой опоре восстановлены сейчас мы с вами зашли внутрь тепляка это наверное самая секретная часть работ на сегодняшний день и видим как ребята в этом тепляке занимаются собственно обмазкой всех этих стоек сиковскими растворами здесь реально тепло но очень тесно видим работают обогреватели конвекционные где-то пушка здесь еще есть вот такой до самого верху выстроенные леса чтобы на всех-всех-всех этапах или высотных отмерках этой стойки сделать работу до самого низу сейчас подо мной на глубину метр-полтора выкопано яма какую мы видели с вами мы видим сейчас как идет наброска на самые большие части восстанавливаемые напоминаю что здесь еще после всего этого будет присутствовать ламели специальные из углеволокна которые также будут обмазываться снаружи и все это будет финализировать углеволоконная сетка через которую также будет все это промазано специальным составом причем фирма сика утверждает и нам нету оснований не доверять что их прочность после затвердевания и также адгезия к старому бетону выше чем у самого бетона с которым идет изначально работа ну это обработка той же стойки с другой стороны я так понимаю что это дело деревянные направляющие это своего рода маяки и вот такой вот слой укладывается здесь материала который как экзоскелет обхватывает старую стойку дает ей дальше разрушаться и имеет свою несущую способность мы выбрались из тепляка и попали на одно из наших любимых действий это нечто делается с болгаркой тут какие-то судя по всему точатся анкера видимо для забивания вот там как будто специально подсветили хорошо четвертую опору мы видим насколько здесь пришлось сбивать бетон аж до арматурной решетки это значит что она вся полностью была подвержена через трещины воздействию негативных природных и не совсем природных явлений теперь мы видим как здесь идет обивка ее напоминаю что рядышком стойки они восстанавливались при предыдущей реконструкции частичной и также обращаю ваше внимание на соблюдение техники безопасности люди работают в специальных щитках ну что ж я думаю что больше мы ничего интересного здесь не увидим но такой объем работы который я вам показал как минимум меня впечатляет надеюсь что вас он также впечатляет мне остается вас поблагодарить за ваше внимание за ваш интерес к моему каналу к стройкам киева подписывайтесь если еще не подписаны подписывайтесь всех своих друзей и знакомых домашних животных конечно же хомячков хомячков больше всего важно чтобы подписали хомячки самые интересные комментарии обычно оставляют под видео не забывайте на колокольчик давить для того чтобы получать уведомления о видео но сильно не доверяйтесь ютубу подписывайтесь на наш телеграм-канал вступайте в нашу группу в фейсбук подписывайтесь на нашу страницу в фейсбук там я везде фактически дублирую ссылки на телеграме сразу же выкладываю ссылки на новые видео фотографии дополнительные материалы вы там можете также увидеть благодарю вас за ваши донаты благодаря им существует наш канал у нас до сих пор нету спонсора поэтому мы принимаем предложения от спонсоров но пока предложений не особо густо мы конечно же надеемся на вашу благотворительную помощь нам и будем стараться работать для вас все более и более и более качественно и активно благодарю вас за ваши активности в соц сетях комментарии лайки подписки на ютубе подписки комментарии лайки на наших страницах фейсбуке за ваши репосты наших видео все это нам очень помогает нам очень приятно мы видим что то что мы делаем это имеет какую-то ценность для кого-то нам приятнее работать у нас больше мотивация спасибо за сотрудничество благодарю вас за все-все-все до новых встреч новых обзоров мира любви счастья здоровья пока в качестве подскриптума уже выбравшись под моста и попрощавшись с вами я увидел приехал кран установился и судя по всему будут какие-то части будущей фермы собирать снова были приготовления делались представлялись скрепливались эти вот предварительные балочки на которых эта вся ферма будет покоиться и теперь судя по всему будет уже продолжаться ее сборка и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»